Девушки отдыхают Все, пойдем Как сложно договариваться с гениями об интервью Скажем честно, согласия Михаила Жванецкого ждали долго В какой-то момент, в очередной раз, не застав писателя в его личном кабинете Решили, а может снять фильм о Жванецком без Жванецкого Но нет, это, как говаривал классик, было бы унизительно для коллектива Решили ждать И дождались Михаила Жванецкий в своем театре Свеж, бодр и подозрительно приветлив Заходите Я, ну, бывает ситуация, когда я там работаю На самом деле я работаю дома и работаю ночами И слово работаю мне не нравится Все увлечениями своими Пишу себе, что хочется Пишет Жванецкий по старинке От руки Поэтому компьютера и не видно Ну, вот так вот я сажусь Вот так вот, да? Вот так вот сажусь Вот так вот думаю Вот так вот думаю Вот так вот думаю Вот это я думаю Вот Потому что у меня здесь Видите, что это? Моя мама мне говорила Не сиди просто так, думай что-то Маманечка моя Вот она говорила Вот я все время что-то думаю Мишка был очень красивый У него были шевелюры Была тогда Кудрявый Кудрявый У него были большие серые глаза Очень красивые, выразительные И длинные-длинные ресницы Назовись девчонка Он вечный исследователь Он вечный наблюдатель Помню какой-то невысокий Такой крепенький дяденька Темпераментный И очень остроумный И всегда в окружении девушек Михаил Михайлович Он всегда производил Хорошее впечатление Не только на женщин Но и на мужчин Так шутит Только Михаил Михайлович Подсчитать Сколько написал Жванецкий За 50 лет Невозможно Ранние, поздние Смешные И очень смешные Миниатюры Изданы Десятки книг В которых сотни Тысячи сочинений Понятия не имею Вообще Как это рождается Бывает Что-нибудь Услышишь Просто у меня Ухо такое Очень обостренное Слух не важный А ухо обостренное Я вот Чувствую Интуитивно Тут очень важна интуиция И особая наблюдательность Все близкие друзья Жванецкого Знают Миша все время На чеку Ручка и блокнот У него всегда Под рукой Летний день Прекрасный день Ну Собрались Выпить Закусить Поговорить Анатолий Горбатюк Музыкант Писатель И давнишний Одесский друг Михаила Жванецкого Компания Люди довольно островные У нас было Чек 5-6 Настроены По боевому Но все очень По дружески И мы в ходе Беседы Вдруг мы дышим Ребята Чуть помедленнее Пожалуйста Миша сидит в углу И все это Не ест Не пьет А все это Очень быстро Записывает В молодости Будущий классик Современности Фиксировал все Ситуации Образы Шутки Потом Долго работал И выдавал Из коллектива Вылетает Разъяренный тромбон Миша Тут будет что-нибудь Или мы разнесем Эту халабуду Вдребезги пополам Я инвалид Вы же знаете Бригадир Жора Не изводите себя У людей большое горе Они хотят поторговаться Там эта сцена С музыкантами Это все Мы так легко Узнавали Там Наших коллег Которые Играли В похоронном бюро Бригадир Секундочку Вы услышите Наше звучание Вы снимете Себя последнюю рубаху Эти люди чувствуют Чужое горе Как свое собственное Жилец Я это вижу По лицам Москва Концертный зал До начала Авторского вечера Михаила Жванецкого Полтора часа Сегодня На этой сцене Жванецкий Не просто писатель Он автор И исполнитель Приехал Отдохнул Пять минут И тут же На сцену Декорации Концертов Жванецкого Не меняются Долгие годы Стол Абсолютно Бесполезный стул Ведь Жванецкий Даже интервью Дает стоя Чашка с водой Микрофон Старый портфель Портфель Это был всегда Но просто Его не обыгрывали Никогда Татьяна Ильченко Вдова артиста Виктора Ильченко 30 лет Ее муж В дуэте с Романом Карцевым Разыгрывал На сцене Миниатюры Жванецкого Ну был портфель Который оставил папа Папа был у него Замечательный тоже Человек Очень Большой интеллектуал Собственно Вот это Интеллект Я думаю Это от отца До окончания концерта Жванецкого Лучше не трогать Интервью Съемки Уйдите И не мешайте Все потом Сейчас Жванецкий Преодолевает Волнение Волнение Зуб на зуб Он говорит Не попадает Из спецритуалов Портфель Очень Там слабый кофе Вода подкисленная Потому что пересыхает Чтобы аппарат Просто работал лучше Из ритуалов Ни пуха ни пера Вот это Обязательно Никаких Удачного Концерта Михаил Михайлович Удачи вам Сегодня вечером Не дай бог Ни пуха ни пера Только К черту Олег Леонидович Арт-директор Продюсер И литературный Секретарь Жванецкого Уже лет 30 Ни пуха ни пера Он тоже Одессит КВНщик И просто Очень Неспокойный Человек Мне очень нравятся Люди Которые тревожно Говорят Внезапно Среди тишины Звонок Алло 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 Это Миша Миша Да Алло Это Миша Это Миша Да я Это про меня Я совершенно Четко признаю И понимаю Что да Очень точно Точно схвачено Нечто Весь концерт Директор Жванецкого Простоит за кулисами О том Чтобы сидеть В зале Не может быть и речи На концерты Жванецкого Родным и близким Вход воспрещен Никто никогда Даже на эту Граду Не отвлекался Но свои Миша Реакция своих Близких людей Очень мешает Вот во время интервью И я ухожу за дверь Или в сторону Чтобы он меня не видел Потому что это Ну Видимо это Искажает Движение мыслей Пока Ребята Ребята Я не помню Я сказал Что я ее Еще и Лег Ну Слава богу Я думал Что я как-то скрыл Уже после выступления Всех этих цветов И автографов Любимец публики И признался Зал Он не может Не может Ни расхохотаться Ни реагировать Ни прискочить Ни зааплодировать Он Он Расслабляется Очень Концертная программа Обкатывается Долго Вначале Посиделки с друзьями Потом Маленькие города Вначале У меня вообще За столом Друзьям Читаю Потом Если кто-то Не смеется Я ему еще Подливаю водки Еще читаю Чтобы не терпеть Крупный провал В крупном городе Я лучше Потерплю мелкий провал В маленьком городе Выступать В родной Для Жванецкого Одесси Невероятно Ответственно Ведь Одесситы Не шутят Они просто Так Разговаривают И чтобы Их Рассмешить Тут нужен Особый талант Но нет Одесского Юмора Нет Одесской Литературы Есть Юмор Вызывающий Смерть А есть Шутки Вызывающие Улыбку Сострадание Двор Жванецкого Давно Стал Местом Паломничества И не только Туристов Банальное Желание Местных Жителей Сообразить На двоих Рядом с привозом И культовым Твориком Превращается В праздник Дом Это старый Дореволюционная Постройка Вы видите Тут 4 Флигеля Петр Никитич Живет в этом Одесском дворике С 72 Года Он человек Серьезный Ответственный А потому По-соседски Присматривает За квартирой Жванецкого Вот это Квартира Михаила Михайловича Это Одна Веранда В царское Время Здесь были Конюшни Зажиточного Извозчика После революции Обычные Для Одессы Коммуналки Семья Врачей Жванецких С маленьким Мишей Переехала Сюда После войны Вот это Их Собственно Апартаменты Михаил Михайлович Ну вы видели Ну просто Крошечное Двухкомнатное Без туалета Только водопроводный Нет Водопроводного не было Крана Крана внизу Все было внизу Все удобства Все счастья Все было во дворе Все внизу Надо было только Свеситься С верандой Вот с балкона Вот так вот Вот так вот И ты уже участвовал в жизни Я уже когда Когда первое знакомство Первая любовь Там первые девочки Так тоже Когда уже я Проводил через двор Но я проводил их смело Я сам удивляюсь до сих пор Как я проводил И как двор мне позволял Вот что значит Все свои И кто-то приходил И говорил Все-таки Та была лучше Какой-то Такой клоп тоже говорил Дядя Миста Та была все-таки Да Да Повутся Я говорил Ну подожди Подожди Ну подождем Следующий Да Пока мама Раиса Яковлевна Была жива Михаил Михайлович Приезжая в Одессу Всегда останавливался здесь Друзья говорят Было тесно Но весело Были застолья Были какие-то Всегда его выступления Его ждали Одесса его уже знала И любила Клара Новикова Познакомилась Со Жванецким В далеком 76-м Когда впервые Приехала На одесскую Юморину Я тогда же познакомилась С мамой Михаил Михайлович Удивительная Мадам Жванецкая Она себя называла Она называла Так Протягивала руку Мадам Жванецкая Мама была удивительная Все время Она поучала Мишу Она поучала Она его наставляла Миша Школа В которой Когда-то учился Жванецкий До сих пор Цела Невредима И наполнена Юмором Полки в кабинете Директора Заставлены призами С конкурсов КВН Вот этого медведя Мы получили За победу В областных играх КВН ГАИ Михаил Михайлович Приходите к нам в школу Мы как и вы Идем по жизни смеясь В 1974-м Михаил Жванецкий Написал А позднее и прочитал Миниатюру Учителю И о Борисе Ефимовиче Друкере Узнали миллионы Внимание Внимание Вчера приходила Мама Жванецкого Он переживает Я ему дал два Он переживает Он имел Мужно сказать Маме Так я тебе дам Еще два Чтоб ты исправил Ту и плакал Над этой Он не должен Нет Просто мы узнавали Друг друга Как учеников Бориса Ефимовича По абсолютно Грамотному Письму Школа Во времена Жванецкого Была мужская Но хулиганили В меру Занимались Спортом Узнали? Вот этот красавчик С крепкими мышцами И кудрявой шевелюрой И есть Наш герой Вот он Мне запомнился Очень живой Подвижный Очень Веселый Такой Пойти в космонавты Актеры Или писатели Нет Об этом Жванецкий И не мечтал Романа Катца Карцевым Он станет позднее Не брали Ни в одно Цирковое училище Фамилия Кац Отпугивала Все цирковые училища Нашей страны Казалось Жванецкого Ожидала Та же судьба Учиться Не там Где хочется А там Где можно Евреи Врачи Себя неплохо Зарекомендовали Хотя Большей частью Практикует В неопасных областях Урология Стоматология Там Где выживут И без них Кто выбирал Тогда Куда брали Там Может было Либо институт связи Либо Ну вот это был Институт Женщина Морского флота Там Не принимали Нашего брата Я имею ввиду По национальным вопросам И это мне стало Очень интересным Вот А может Примут А я пошел Мне сказали Вообще-то Ты Паренек Симпатичный Но Иди на факультет Не судоплатный Плавательский Не судоводительский Не судомеханический То есть не тот Который плавает За границу Куда нужно Оформлять документы А иди Вот этот На берегу Механизация портов То есть портальные краны Я пошел туда Меня приняли Жизнь Жизнь Кардинально изменилась В 1953 Умер Иосиф Виссарионович Сталин Смерть Сталина Очень всех Подняла Во всех вузах Стали Концерты Во всех вузах Танцы Во всех вузах Актовый зал Перестал Быть Залом Собраний Лозунгов Голосований И это Стал залом Концертов В том же 1953 В Одесский Институт Инженеров Морского флота Где учится Жванецкий Поступает Виктор Ильченко Они подружились И создали театр Парнас 2 Почему 2? Я тоже задавала этот вопрос Жванецкому Я говорю Ну почему Парнас 2? А он сказал Потому что Парнас Первый Был в Греции Кто такой Парнас? Это гора Где собирались музы Греческие У них там первый Парнас А у нас второй в Одессе В Парнасе Жванецкий был И артистом И автором Мать его направляла У матери Как я вот Так вот В шутку говорю У нее было Три Три Желания Три Как бы Завета Которые она повторяла Своему сыну Мишенька Поешь Она всегда заботилась Чтобы Мишенька был накормлен И был чистенький И накормлен И всегда Мишенька Не пей И Мишенька Пиши Она заставляла Его писать Буквально Когда это еще В самом начале Буквально Каждый день Чтобы он сидел За письменным столом И писал Прошло время Жванецкий получил Диплом с отличием И устроился работать В Одесский порт Вот рассказывают старожилы Что вот в этом окне Это окно Значит вот Вот сюда выходил кабинет Где сидели сменные механики По кранам И в том числе Здесь сидел Жванецкий Работа в порту Работа в порту Казалась однообразной И пресной Но Однажды Жванецкий Стал настоящим героем Я залез Однажды на портальный экран У меня были портальные экраны В подчинении Это огромные сооружения Это на высоте Там Пятиэтажного дома Залез по стреле И увидел Трещину Оттяжка стрелы Это два таких стержня Которые держат стрелу А стрела держит груз Вот я увидел Трещину Волосину Я пошел Сказал Пупенко Нашему начальнику Механизации Он полез вместе со мной Посмотрел Как ты ее заметил А это смертельное Это груз бы упал Пароход бы разбил Или человека бы убил Все Вот это было Это я считаю Своей заслугой Наблюдательность Шоу 61-й год На гастролях в Одессе Аркадий Райкин Со своим театром миниатюр Первое отделение Выступления Парнаса Второе Райкина Парнасовцы в ожидании А вдруг мэтр заметит Романа Карцева Райкин взял сразу А вот Жванецкому дал Бесценный совет Заведите тетрадочку Пишите И посылайте Мне И я начал посылать Ему тексты Три года Михаил Жванецкий Добивался Расположения мэтра В самом деле Райкин вначале Не понимал его стиль Где вы были С 8 до 11 Я, вы Да, кто, когда То есть рубленный Такой стиль Вначале был Райкин не понимал Ему нужно было Постепенно Постепенно Он к этому привык Позднее Райкин напишет Проявляя завидную Настойчивость Жванецкий Стал ездить За нашим театром По городам Естественно За свой счет Бывало Попрощаешься с ним В Кишиневе А он уже встречает Нас в Донецке С новыми сочинениями Вначале Райкин называл Миниатюры Жванецкого Вялыми и скучными Но со временем И когда мы сделали С Витей Первую миниатюру В 64-м году А вас Жванецкого И играли ее За границей На языках Принимали На ура На кой хохот И все Тогда вот Я думаю Райкин Понял Что Жванецкий Это что-то Надо разобраться Есть у нас грузин По фамилии Горидзе Зовут его Абаз Зовут грузин Абаз Мы его так назвали Он не виноват грузин У тебя как зовут? Степа Ну ты Степа Он на вас Он на вас Ты Степа Грузин на вас А кто Степа? Ты Степа Он на вас А доцент тупой Жванецкий писал Райкин тексты брал Райкин любой текст Делает настолько своим Что с этим тоже Надо смириться И правильно народ Говорил Как сказал Райкин Кому охота Докапываться до того Кто именно Сочинил анекдот Кроме специалистов Я намекал Ну конечно Автору было обидно Вот кто в то время Знал что эту миниатюру Написал Жванецкий Ты видишь У меня полно продуктов На часах уже три А я еще не в одном Глазу Ты можешь мне Штопор вынести Она в греческом зале В греческом Я говорю Тебе штопор Есть в греческом зале Много Своим автором Райкин никогда не платил Целый год Молодой автор Которому К слову Было уже за 30 Жил буквально В проголоде Год по-моему Без денег Совершенно Вот это было Просто страшно Мама в письме Там три рубля Я посылала Я уже до того На трамвае не было Райкин просто ничего не платил Брал и не платил Мы 88 рублей получали 8 за бездетность Я платил 25 за угол А на остальное Мы кормили Жванецкого Потому что Он очень любил кожу Он автор Ему нужны мозги Поэтому мы его Подкармливали Все время Мало кто знает Что в то время Жванецкий был Официально женат И очень нелюбим Тещи Которая все время Ругалась Что это такое Что это за муж Который не обеспечивает Семью И все Ну и таким образом Вот они расстались Свою первую жену Михаил Жванецкий Никогда не вспоминает Известно лишь Что после развода С ним Она снова вышла замуж И уехала из Одессы В Париж Ну для него Наверное Это было Потрясение Конечно большое Потому что Это первая любовь Первая Ну его Женить бы Потом долго Долго не решался Уже связывать себя Узами брака Много лет спустя Уже после перестройки Когда Жванецкий Станет всенародно Любимым И уважаемым артистом Первая супруга Приедет в Москву Чтобы его повидать Было 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 Я была свидетель Поэтому могу точно Она приезжала сюда И очень хотелось Повидаться С ним Встретиться И даже назначили встречу Она Останавливалась В гостинице Космос Вот И просила меня Ну присутствовать Как Для поддержки Что ли Не знаю Я приехала В гостиницу Космос Мы прождали Весь вечер Миша не приехала И она Так обиделась И После этого Она больше В Россию Не приезжала Смотрите далее Под долами автоматов Нас вывезли в Ростов На гастроли Жванецкий говорил Чуть больше Чем И чуть точнее Чем Нравилось Власти У него был такой период У Михаила Михайловича Когда ему хотел Чтобы все женщины Были его Жена Это Это Самое главное Высокое Красивое И тогда Когда нужно Она рядом Меняю Хорошие воспоминания На новые ощущения В какой-то компании Он кому-то Похвастался Сказав Что вот У тебя есть памятник Нет А у меня есть памятник Мы приехали Туда с друзьями Набрали водки Набрали закуски Напились В драбадан И это было Безумно приятно Смотрите далее Под долами автоматов Нас вывезли В Ростов На гастроли Жванецкий Говорил Чуть больше Чем И чуть точнее Чем Нравилось Власти У него был Такой период У Михаила Михайловича Когда ему хотел Чтобы все женщины Были его Жена Это Самое главное Высокое Красивое И тогда Когда нужно Она рядом Меняю хорошие воспоминания На новые ощущения В какой-то компании Он кому-то Похвастался Сказав Что вот У тебя есть памятник Нет А у меня есть памятник А мы приехали Туда с друзьями Набрали водки Набрали закуски Напились В драбадан И это было Безумно приятно Вернемся в 70-е Жванецкий работает В ленинградском театре Миниатюр Пишет для Райкина Карцева И Ильченко Как это Как это Как это Как это Ну раньше До того Как нашли Раньше До того Или раньше До того Раньше До того До того До того Хея 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 Шайбу Айсинг Иногда и авторам Приглашают выступать С собственными произведениями В основном Это было ДК Дзержинского Вы петербург знаете ДК Дзержинского КГБ Когда Владимир Владимирович Путин Меня спросил Михаил Николаевич А я помню Вы выступали В нашем управлении Это Вот Я выступал В ДК Дзержинского Хождение налево Райкин своим артистам Не прощал Жванецкому Ильченко Икарцеву Пришлось Уйти из театра И вернуться в Одессу Они вернулись А в Одессе Бушевала холера Пустой город был Все сидели в обсервациях А мы репетировали спектакль И под дулами автоматов Нас вывезли в Ростов На гастроли Потому что шли слухи Что в Одессе уже трупы валяются И нам обком партии Который не принимал Нашу программу Единственную Нас выслал на гастроли Чтобы люди знали Что Одесса смеется Веселится И так далее И мы уже Вдруг через неделю Здоровы И мы рванули В Москву На конкурс артистов эстрады Где заняли второе место А первое Как я уже говорил Жанил человек Который читал письма Ленина Пока я начальник Я спрашиваю Почему пока Что значит пока Почему пока Что значит пока Почему пока Вас могут снять Почему пока Что значит пока Что есть слухи какие-то Тихо Аплодисменты Зачем они пришли Оказывается Они пришли на Ильченко И Карцево Второе отделение Тут были и овации И аплодисменты И все такое Это было Да Жванецкий как исполнитель Стал популярен Благодаря телевидению А точнее Программе Вокруг смеха У каждого Своё увлечение Один Марки Коллекционирует Другой Монеты Старинные А я хочу Современные У меня Своё Была Одна Телевизионная Программа На всю страну Одна Емористическая Передача В месяц По-моему На всю страну И там Даже думать Человек Который На заднем плане Выкатывал Рояль Его же На утро Знала вся страна Леонид Ермольник Сыграл Пантомиму И в 24 Года Стал Звездой А вот Сам Жванецкий В программу Попал С трудом Жванецкого Не брали Сразу Не потому Что не телевизионное Лицо А потому Что это было Время Когда существовала Цензура И когда Жванецкий Говорил Чуть больше Чем И чуть точнее Чем Нравилось Власти И все же Наш герой Однажды Проснулся Знаменитым Да Жванецкому Было уже Хорошо За сорок Зато он Стал Единственным И неповторимым Впрочем Не сразу Сам В это Поверил Сейчас уже Смешно Об этом Говорить Он меня Даже Недолюбливал Даже Ревновал И он Считал Что какой-то Мальчишка Совершенно Неподходящий Для его Произведений Читает Читает Произведения Потому что Я Выглядел Молодо Совсем И вроде Такой Пацанчик А Читает Его Произведения Где уже Нужен Жизненный Опыт То есть Тех Жванецкого Становился Неавторитетным И непрожитым Но прошло Время И они Стали Друзьями У меня была Ставка По-моему 8 рублей За Выход Я работал От московской Филармонии На 8 марта На 23 февраля Знаете Когда много Концертов В день По Москве Там было 5-7 концертов Я переезжал И читал Жванецкого Дедушку Здравствуйте Дедушка Здравствуйте Да-да Я вам Здравствуйте Как ваше здоровье Что-что Нет Мы с вами Не знакомы Нет Мы не работали Вместе И не учились Дедушка Как мы могли Учиться вместе И Когда мы встречались Потом с Михаилом Михайловичем Я говорю Михаил Михайлович Я вот там Эти праздники Эти праздники Я везде Он говорит Терапортички заполнял Я говорю Заполнялся Я говорю А скажи Михаил Михайлович Сколько денег От меня приходит Ну вот эти Авторские отчисления От филармонии Он говорит Видишь этот галстук Это на твои деньги Больше чем на галстук Я ему денег не принес Нет Если бы ты был моим родственником Я бы на тебя руки наложил давно Все Я последний раз тебе говорю Я шел У меня было хорошее настроение Но я не виноват Я сейчас разворачу мостовую Я найду тот кирпич Который у тебя Дед уйди Да и мери спокойно Жванецкий никогда не был диссидентом Но бывало запрещали Была дикая чудовищная цензура Меня снимали с концертов А уж там как их И Рома рассказывал Что в Киеве Уже были объявлены концерты Уже Веселяют фиши Уже были проданы билеты Но выступать Жванецкому Почему-то запретили И они после этого Никогда не ездили в Киев Они просто Ну много лет не ездили в Киев До перестройки По-моему ни разу Именно поэтому Жванецкий переехал в Москву В Москве все-таки Атмосфера была немножко Более как бы Свободной и живой Однажды Михаила Жванецкого Пригласил в гости Юрия Висбор Который уже сыграл Бурмана в телесериале 17 мгновений весны И написал десятки Трогательных душевных песен Он играл, пел А я что-то читал И он сказал так А там У него были космонавты И все Почему-то вдруг Гостяк были у него Космонавты У него всегда кто-то был Прошло время И Михаила Жванецкого Неожиданно вызвали В Центр управления полетами В это время Космонавты Валерий Рюмин И Леонид Попов Находились в длительном полете На космическом корабле 185 суток на орбите И Рюмин попросил Он плавает в воздухе У него Он почему-то Бедро одно пристегивал Он там был несколько месяцев И вот он плавает в воздухе Говорит Миша Прочти что-нибудь Я говорю А что читать Он говорит Вот тут читай Что хочешь Что хочешь Кроме ЦРУ Никто не слышал А они Ни хрена не понимают Поэтому Ты говорит Читай И я стал читать Вот там все И собрание Легарственной заводе И министр Мясной И самое острое И все Читал В общем Такой был успех Там Среди них Двоих И они Когда Приземлились Они Сказали Миша Ты такое удовольствие Ты такое удовольствие Я говорил Ребят Я жестоко Кручусь В Москве Без прописки Может Ребята Напишут письмо Мы Написали письмо Квартиру не дали Но прописку Где-то Все Я получил Прописку Где-то Постепенно Я получил Квартиру Но я уже был Москвичем Все благодаря Космонавтам И все же Несмотря на Заступничество Космонавтов Мама писателя Все равно Волновалась Когда Я пишу Она боялась Что это будут Острые какие-то вещи Хватит политика Пиши о женщине Говорил Пиши Миша Пиши о женщине Жванецкий Всегда любил И понимал Женщин А они его Просто обожали Ему девушки нравились Он в них Находил Своё вдохновение Любовь Это история В жизни Женщины И эпизод В жизни Мужчин Было время Новиковой И Жванецкому Приписывали Роман Клару Надо отдать Ей должное Как сказать Не то, что она Подавала какие-то сигналы Она не подавала Никаких сигналов У него был Такой период У Михаила Михайловича Когда ему Хотелось Чтобы все Женщины Были его Кого-то он пропустил Или кто-то Ему не ответил Случайно Получилось Что я не ответила Случайно Уже более 20 лет Клара Новикова Работает у Михаила Жванецкого В его театре Миниатюр Раньше Мне было стыдно Покапризничать Теперь могу Покапризничать Стопнуть ножкой Меня называют Кларка Кларка Не Кларочка Не Клара Кларка Кларка Ты сегодня будешь В офисе? Я говорю Михаил Михайлович А что? Ну я хотела бы Чтобы после семьи Тебя там не было Я говорю Хорошо Я не буду Меня там не будет Он приходит туда писать Или приходит Там какие-то интервью Или побыть Ему хочется Побыть наедине С собой Много лет Актриса мечтала О миниатюрах От Жванецкого Она ждала Он не писал И однажды Она взяла Инициативу В свои руки Я очень хорошо Помню эти монологи Которые я Из Жванецкого И когда он Однажды Слушай Как ты так придумала? Вот у него было Такое кольцо направо И замужем Кольцо налево И развелась Молчи Кольцо на правой руке Замужем Спокойно Все стоят на своих местах Кольцо на левой Развелась Два кольца на левой Два раза развелась Кольцо на правой Кольцо на левой Дважды замужем Второй раз удачно Кольцо на правой И серьги Замужем Но брак не устраивает Быть другом Жванецкого Сложно И очень ответственно Мало кто знает Что блестящий Квартет И Родился благодаря Дружбе Михаила Жванецкого С папой Славы Хаита Вот кто-нибудь Мне объяснит Почему у нас Вечернее шоу Начинается так рано Рано В полдевятого Это рано тебе А ты знаешь Во сколько я ложусь А вон у Славки Спроси Что? Молодец Когда Слава У него У него никакого Как бы представления О его способностях Славкиных Не было Это был просто Как бы Ответ на просьбу друга Вот на мою личную просьбу Вот Слав смотри А! Ты что охренел? Объясни мне Слав Только не говори Что он горяч Пришел А шпарил и ушел Слава не подвел На последнем курсе ГИТИСа С другом детства Одесситом Лешей Баратцем Основал театр Квартет И Спектакли и фильмы С их участием Иногда смотрит И сам Жванецкий Нам он говорил Про нашу четверку Про квартет И он говорил Что Ну Ребята Ребята Вам надо писать Вам играть не надо Ну Саша с камерем Артист А вы Ну Не надо Не надо Не надо Ну Черт возьму Может он и прав Но Но конечно Так Ну Относительно приятно Это слышать То есть приятно Что он хвалит Что мы можем писать Но то что мы не можем играть Ну Это не очень приятно Но вот В последнее время Это по такому Ничего Каждое лето И квартетовцы И Жванецкий Проводят в Одессе Когда вот только мы познакомились Начали общаться Мы сидели У Славы Хаита На даче Пели что-то под гитару Михаил Михайлович На мне что-то было одето такое Что-то вот С очередной какой-то вышивкой Что-то такое Необыкновенно расшитое Он смотрел Смотрел На костюм На меня И потом произнес фразу Вот которую я запомнила На всю жизнь Он сказал Ноночка Глядя на вас Хочется сказать Меняю хорошие воспоминания На новые ощущения Одесса вдохновляет Здесь в кругу друзей Жванецкий читает Свои новые миниатюры Однажды Он пожаловался Я вчера читал Ну то есть мы Собрали Говорит У себя дома Была еда Была выпивка И я читал И я знаешь Не спал До шести утра Почему Потому что Называют фамилию Человека Уходя Сказал мне Что было все Очень вкусно Вот И ничего не сказал По поводу того Как я читал И о текстах И вот он Мучился Тем Что Значит Его не оценили Классик Современности Не только до сих пор Не уверен в себе Но и невероятно Скромен Когда в саду Одесского литературного музея Установили эту скульптуру Что тут началось Лилия Мельниченко До сих пор Помнит Эту бурю эмоций Но сатирик Юмора Не понял И Сначала принял Вот эту информацию Немножечко в штыки Но со временем Конечно Он уже свыкся С этой мыслью И До нас даже Доходили слухи Что где-то В какой-то компании Он кому-то Похвастался Сказав Что вот У тебя есть памятник Нет А у меня есть памятник Имея ввиду Вот эту скульптурную Композицию В нашем музее А вот бульвар Имени Жванецкого В Одессе Совсем другое дело Это было пять лет назад И когда Они назвали Этот кусок бульвара Там Причем Очень Назван удобно Потому что Ни одной квартиры нет С этим адресом Это очень Конечно смешно Но мы когда приехали Туда после вечера В оперном театре Где об этом объявили Мы приехали туда С друзьями Набрали водки Набрали закуски На скамейке Вот на этом бульваре Стали Напились Драбадан А я что-то Буйствовал Я здесь буду жить Я поставлю Что-то Какую-то избушку Прямо на асфальте И буду здесь жить Потому что Где еще найдешь Своего имени И это было Безумно приятно Один из любимых Афоризмов Тех кто гуляет По этому бульвару Михаила Жванецкого В Одессе Вот этот Одно неловкое движение И вы отец Однако Сын писателя Дмитрий Жванецкий Появился на свет В 95-м С желанным ребенком Правда фамилия Конечно Немножко мешает Фамилия мешает Именно фамилия Сказать Что он как-то Получает от меня Что-то Нет Нет Я наверное Отец Никакой Потому что Мне всегда казалось Что Вот он наблюдает Со мной Вот как птенец Знаете Как раскрывает Вот ротик Я там кладу Что я прилетел Пложил В его рот Как родители все Прилетают Кладут И я улетел обратно Я же все время Я летучий очень Я на месте не сижу Все время летаю Я думал Он это увидит Не увидел Не понимаю его увлечения Это компьютер Это уже не мое дело Я думаю Что поймет Ну повзрослее Но ему уже 17 Пора понимать Так мне кажется Я может быть и тороплюсь Потому что Все говорят Умный хороший парень И я говорю Всем умный хороший парень Значит Ждем Ждем еще Со своей женой Наташей Жванецкий познакомился В 90-м На открытии Всемирного клуба Одесситов Он смотрел Как мы смотрим На Наташу И конечно Наверное Волновался Потому что Ну что я Наташа чуть ли не Была студентой Не помню Даже мне кажется Что я ее знала Когда она еще Школьницей была В то время Ему было уже 56 А ей всего 24 Но возраст Любви не помеха Жена моя Нет ты пойдешь И выступишь Нет ты пойдешь И дашь концерт Нет ты рассмешишь Публику А я сказал Рассмешишь А я сказал Я кому сказала Ну-ка подойди ко мне Я кому сказала Подойди Так вот Слушай внимательно Ты сейчас же Перестанешь плакать Перестанешь капризничать Умоешься Оденешь Синий костюм Белую сорочку Возьмешь портфель И пойдешь К чертовой матери В зал Чайковского Немедленно Жена писателя Крайне редко Дает интервью А вот Михаил Жванецкий Вспоминает о ней Постоянно В своих миниатюрах Как она Хорошо регулирует Жена Это Это Самое главное Ведь когда Что-нибудь с тобой Случается Ты вдруг Видишь Что ты в больнице Себя видишь И на соседней койке Жена Хотя она здоров Но она с тобой Все время Вот невзирая на то Что мы где-то ругались Мне все И вдруг Когда вот Это случается Больше никого нет Больше никого нет Остальное ограничится Телефонами Разговором А она здесь Все время Это Самое главное Так что Высокая Красивая И тогда Когда нужно Она рядом Михаил Жванецкий Не любит Юбилей Да и фильмы О нем самом Его раздражают Я Иногда не понимаю Почему Допустим Оператор Не может приспособиться Ко мне А я должен приспособиться К оператору Так вот Бывает у меня Но в принципе Знаменитости Совершенно ни при чем Кроме самоедства Ничего Такого В моей душе нет Все что хочет сказать Классик о себе Он говорит В своих книгах И на своих концертах И только в день рождения У него есть шанс Помолчать И послушать других Мне бы хотелось Чаще видеться Мне бы хотелось Чаще видеть его В эфире Я бы хотел Чтобы он помог Все таки Вернуть нравственность Вернуть Настоящее чувство юмора Здоровье Только здоровье Все Все Здоровье Как в одессе говорят Счастье В личной жизни Ой да что же Можно пожелать У него Есть все Чего может Желать человек Я хочу Если так пожелать Продолжать Удивлять себя Потому что Нас он Всегда удивляет Годы пусть идут А ты не торопись Невероятно Но Михаилу Жванецкому 80 Хотя его друзья Считают Что ему всего лишь 4 раза по 20 Он до сих пор Легко покоряет зал И дарит счастье Себе И другим Я не знаю Связано ли Всегда счастье С утомлением Может быть Иногда связано Вот это счастье Связанное с утомлением Самое ценное Все Пока Я устал Я просто счастлив Спасибо вам За этот концерт Пока